город выглядит очень аккуратненько все время все как бы подмазывается подкрашивается и я уже говорила про минск то же самое скажу про слоним и про беларусь в целом очень чистая беларусь прям вылизанная просто это дом тоже польской постройки наследники живут где-то за границей очень долго и городские власти убеждали отреставрировать потом даже какой-то закон там приняли то есть обязали отреставрировать вот они отреставрировали и сдают в аренду потому что сами они приезжать и жить здесь не будут это у нас салон кухни в центре очень интересный посмотрите даже какая дизайнерская такая с выдумкой мусорка и интересный тоже вход домик я вам сейчас покажу тоже все типичная типичная польская вообще весь центр у нас именно польской застройки сариск интересно на молодцы вот смотрите какое очень долго реставрирует этот наш православный собор но я смотрю сейчас потому что на пожертвования все реставрируется смотрите купол позолотой сделали в этом году в прошлом году не было и крест и мы движемся в направлении нашего дома правительства зеленый городок летом здесь вообще мне очень нравится как для меня вот как если приезжать в отпуск на время как вы едете к нам в аланию я бы с удовольствием приезжала вот так вот в слоне например на август который у нас в алании очень жаркий так куда-то бежали а там яблочки то он мои дети сейчас покажу кто-то придумал из наших местных ландшафтных дизайнеров вот такие вот яблочки с грушами ставить возле нашего дома в другом микрорайоне в основном микрорайоне тоже такие стоят ну ничего так дети любят главное лазить по ним это старые дома еще и мы приближаемся к площади которая еще и для меня является загадкой которую я не видела вот перед этим по моему пятиэтажное у нас здание дом местной администрации и перед ними сделали эту площадь ну где бы еще конечно возле них мы с детьми уже засекли фонтаны движемся движемся к ним сейчас хочу немножко показать тут виден дом культуры вот эти где такие три ниши в которых стоят статуи скульптура я вам потом их покажу это район дом культуры где сейчас данный момент у нашей бабушки моей мамы проходит занятие в коллективе каскад фонтаны эти музыкальные и с подсветкой мы переходим дорогу но я смотрю и мне уже нравится действительно очень очень симпатичная вы просто не видели как было раньше раньше было просто обычно выложена плиткой сейчас покажу ближе да конечно город просто расцвел фонтаны это к это красота фонтаны по моему украшает любой город сейчас я вам покажу поближе потому что они не просто на одинаковом уровне постоянно вода она то выше то ниже я видела только на видео у меня сестра когда гуляла присылала красиво красиво очень аккуратненько уютно для районного центра по моему очень хорошо это дом культуры как раз таки где сейчас у моей мамы проходят занятия и если вы заметили там есть доска почета да у кого ностальгия по советским временам очень сильно приезжайте очень много воспоминаний обновите потому что у нас многие вещи еще остались тех времен так они у нас и закрепились лозунги доски почета и все прочее и 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 это третий фонтан он чуть ниже я сейчас вижу герб нашего города подойду вам покажу 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 вам площадь с этой точки мне нравится вы знаете мне очень нравится то что мне на видео присылали так не смотрится как когда в живую находишься очень приятно тем более знаю как было и 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 города. Вот стыдно, не скажу, сколько точно лет. Не скажу, выясню потом. Приблизительно знаю, сейчас подойду, там должно быть написано, но боюсь просто действительно стыдно ошибиться, потому что все-таки я такие вещи должна знать. Написано на белорусском языке, город основан в 1252 году. В 1531 году получено Магдебургское право и герб свой с 1591 года. Привет, привет, мой хороший. Разбаловался совсем сегодня. На этой центральной площади теперь проходят всевозможные ярмарки, мероприятия городские. На этой центральной площади собираются люди, когда устраивают фейерверк. Вот именно с этой точки очень хорошо все видно. Это наша местная администрация. Да, мы сейчас подойдем к Дому культуры, потому что там тоже обновление произвели. Там было три очень классные ели. Такие классные, красивые, но, к сожалению, их вырубили. Это единственное, что мне не нравится. Да, оставили очень мало деревьев. Как это по всему городу. Это еще началось несколько лет назад, вот эта вот вырубка. И сейчас, когда очень жарко, прямо идешь и негде спрятаться. Есть еще такие оазисы зеленые, но вот центр, это все, это в основном вот плитка и так отдельные, отдельные деревья. А здесь было три ели. Замечательные, красивые, высокие ели, но их тоже вырубили. Вот это мне непонятно, для чего это делается. Тополя, я понимаю, для чего убирают тополя, потому что все-таки очень многие люди страдают аллергией. Да, тополя у нас все повырубали, но почему они нормальные деревья, хорошие, красивые деревья вырубают, не знаю. Когда строили? Эту площадь. Я еще была здесь, когда только-только начинали. Сам-сам начале, когда здесь все было разрыто. И там стояли три дома, которые пришлось нести, потому что они вот буквально территорией площади стояли. Людям дали новые квартиры. Немножко отсвечивает. Сегодня солнышко, хорошая погода, к счастью. Куртки ношу на руке, надо было вообще дома их, если честно, оставить. Им там самое место сегодня. Дети решили пойти к бабушке. Ой, они меня сегодня так себя плохо ведут, такие разбалованные, я не представляю, там сейчас у бабушки дисциплина, дети, группы. Я пойду, 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 потому что что они там сейчас натворят? Ой, привет! Привет! Это мое знакомое очень хорошее.